это сергей владимирович я вас приветствую решительным образом здравствуйте друзья вопрос сейчас вот многие говорят о том что замороженные средства которые находятся в иностранных банках будут обращены на компенсацию ущерба которые россия нанесла украине в ходе этой войны говорят об этом как отделе решенном это так есть такое выражение вышел финкин выдавать желаемые за действительное есть такая идея она активно обсуждается на уровне экспертов на уровне политиков но нужно хорошо понимать что по состоянию на сегодня статус замороженных счетов министерства финансов и российского центрального банка именно такой заморожена и резидентам сша еврозоны и многих других стран запрещено проводить с ними операции то есть эти средства со счетов никуда нельзя передвинуть но владельцем этих счетов по-прежнему остается российский минфин или российский центральный банк и никакого другого решения не политического вот не судебного пока не было и я честно говоря сомневаюсь что например наличие только политического решения например декларации президента сша для этого будет достаточно соответственно должно быть какое-то судебное решение и вот нужно с этим как смириться да это идея она понятна эта идея очевидно и есть желание большого количества мировых лидеров не говоря уже вот там жителях украины до собственно многих граждан россии которые а мы мигрировали страны или остались стране что еще который считает правильным что россия должна участвовать в восстановлении в послевоенном восстановлении украины но пока по состоянию сегодня никаких решений не принято и я бы сказал знаете все таки рано делить шкуру не убитого медведя сейчас на повестке дня стоит окончание войны и пока война не закончилась конечно ни о каких репарациях никаких использования денег россии россии российского минфина речи быть не может то же самое касается и арестованных активов российских олигархов я правильно понимаю мы у нас просто вчера с одним из гостей программы на этот предмет был достаточно корректный спор он говорил об этом тоже как одели решенном я сказал подождите но при всей нашей нелюбви и антипатии к людям которые приложили руку к укреплению становления укрепления путинского режима на западе бережно относится к идее частной собственности которая священная и вот так вот просто взять ее экспроприировать без соответствующих правительственных судебных и прочих решений едва ли будет возможно я был прав да вы абсолютно правы евгений я бы сказал так что есть два сценария по которым там деньги государства там российской россии нинфина центрального банка могут быть использованы первое это как случае ирана это принудительное использование помните была сделка нефти в обмен на продовольствие да то есть иран разрешалось им партия экспортировать нефть получать выручку на эти деньги закупать продовольствие вот и в ираке кстати была такая же история но это должно быть принято решение советом безопасности оон ну я честно говоря смотрите если россия вообще соглашается подписать такое соглашение дату наверное это можно сделать и через совет безопасности он каким-то образом но у меня почему то есть сильные сомнения в том что путин горит желанием такое решение подписать соответственно никакого правительственного решения на уровне премьер-министра великобритании канцлера германии президента сша это недостаточно то есть не ни одно ни один американский европейский банк не будет выполнять такое решение для этого нужно решение суда и мы хорошо понимаем что любое судебное решение по этому вопросу может тянуться годами достаточно посмотреть на дело юкоса который уже сколько там лет десять на больше рассматривается в европейских судах разных инстанциях а 17 не хотите сергей в 2005 году процесс начался в гаагском международном трибунале тем более тем более 17 лет соответственно вот есть есть два лишь два типа решения первое это совет безопасности он второе это судебное решение суда какой-то страны до или нескольких стран или международного суда ну в общем или военного трибунала типа нюрнберга в общем какой-то так международный признанный суд он должен принять такое решение и это кто и в полной мере касается активов яхт и самолетов банковских счетов квартир вилл дач российских олигархов российских чиновников людей приближенных к путина людей удаленных от путина у всех статус их собственности это замороженные активы пока я не слышал ни одного случая чтобы эти активы были конфискованы следующий вопрос скажите пожалуйста как тогда быть все-таки понятно что сначала должна закончиться война но какой сценарий будет наиболее реалистичным просто выделением масштабного финансирования странами которые поддерживают украину на ее восстановление но судя по всему это тот сценарий который прорабатывается сейчас и есть два крупных потенциальных донора один называется европейский союз который уже заявил о том что он готов собирать деньги в том за счет европейского бюджета и бюджета европейского союза с тем чтобы это не ложилась нагрузкой на бюджет отдельных стран и потенциальные есть программы мирового банка всемирного банка до который также могут быть направлены на эти цели ну давайте честно говорить да что сегодня о масштабах таких программ но наверное говорить очень рано да потому что даже вот там как сказать заявление украинских руководителей политических или административных они так вот дают разброс оценок в несколько сотен миллиардов долларов в общем так знаете это означает что трудно трудных в этом обвинять да мы понимаем что там сейчас точно совершенно мерить температуру в больнице невозможно вот соответственно есть вопрос о том будет ли международное сообщество давить на россию и в каких формах но соответственно я думаю что в давлении будет продолжаться не надо забывать что было заявление гостекретаря энтони блинкина о том что сша да о том что санкции с россии будут сняты только после того как россии компенсирует ущерб украине да соответственно вот и дальше возможно будет какой-то переговорный процесс после окончания войны как-то там сша евросоюз великобритания будут с россией вести переговоры о том чтобы снимать постепенно санкции в обмен на то что валютные ресурсы россии будут использованы эти цели в течение какого-то периода времени да ну потому что даже для россии там условная сумма там 300 миллиардов долларов единомоментно но наверно будет запредельный поэтому хорошо вот я и прошу прощения я перебиваю вас все-таки там триллион долларов предположим вот я я условно говорю там такой порядок цифр это подъемная сумма для вот совместных усилий соединенных штатов и евросоюза евгений не надо пугать никого суммы триллион долларов да потому что при всем желании триллион долларов на территории украины даже в течение пяти лет невозможно освоить то есть их можно освоить и украсть да вот но их невозможно продуктивно вложить в украинскую экономику украинское государство но слишком большие деньги для украины вот и ну да нужно понимать на самом деле да вот у вас был комментарий перед началом про план маршала что очень важный если вообще не сказать глава важнейшей частью плана маршала было то что соединенные штаты америки добровольно установили согласились на установление высоких импортных пошлин на американские товары приезжающие в европу и практически на нулевые пошлины европейских товаров приходящие в америку с тем чтобы вы спросные продукции европейских компаний был высоким да и соответственно вот этот элемент он гораздо важнее чем просто выделение денег украине потому что если мы с вами предположим что украина восстановит дороги электрические сети нефтехранилища нефтебазы школы больницы но при этом экономическая активность стране не будет нормализована и не начнется экономический рост а суду бы суды по-прежнему останутся коррумпированными да и там инвесторы иностранные не будут по разным причинам приходить в украину экономика не будет генерировать текущие доходы то это не будет план маршала да это будет именно такое освоение денег без очень понятного экономического эффекта поэтому мне кажется что послевоенное восстановление украины это знать как танго которые танцуют вдвоем украинская власть все равно должна будет решать те задачи которые стояли перед дней в довоенное время этого никто не отменял скажите пожалуйста по поводу санкции хотел вас спросить вот история с покупкой газа я имею ввиду требования путина которые вроде никто уже не хочет выполнять даже болгария отказалась платить за газ рублями что дальше означает ли это что по сути дело россия сама отказывается экспортировать газ в европу нет конечно меня нет ничего не означает это я бы сказал такой бред бы воспаленного сознания одного конкретно взятого человека достаточно пожилого который плохо понимает как устроена современная экономика в принципе на самом деле если прочитать внимательно то что сказал путин он сказал что я поручаю правительству выдать директиву газпрома о том чтобы провести переговоры с потребителями но соответственно газпром до завтрашнего числа до 31 марта ну или сегодняшнего числа уже до в украине он должен заявить путина доложить что мы переговоры инициировали да потому что условия поставки газа оплаты газа в какой валюте на какие счета в какие сроки это все прописано в договорах соответственно я предполагаю что все европейские потребители пошлют газпром в не очень далекое эротическое путешествие до после чего ну примерно в то же самое в том же самом направлении да вот и соответственно после чего газпром бы должен будет там и миллер прийти к путину доложить владею владею лично выполнили ваше поручение мы начали эти переговоры нас послали я теперь не знаю куда идти вот но и на этом я думаю что все закончится потому что заставить европейцев платить в рублях невозможно предположить что газпром не будет выполнять свои контракты по поставке газа в европу тоже я не могу да потому что но это будет всем все суды там бросятся на газпром с радостью начнут арестовывать его активы вот там остановить поставку газа тоже вроде как не очень понятно на на каком основании тоже европейцы платят в срок и аккуратно никаких задержек с точки зрения платежей европейских потребителей нет поэтому я думаю а если простите что перебиваю а если деньги будут зачисляться на арестованные счета вот такая идея активно обсуждалось я не слышал чтобы счета газпрома были арестованы насколько я понимаю газпром еще не попал под такие блокирующие санкции выручка за экспорт газа получить попадает в компанию которая называется газ экспорта газ экспорт является подразделением газпрома да вот эти счета они не заморожены они не блокированы и я не понимаю что мешает получать эти деньги и там держать их на счетах там российских или европейских банков то есть ну я проект не слышу может быть конечно кто-то об этом знает да но публично об этом не объявлялась никаких санкций против этих компаний не вводилось последний вопрос сергей владимирович ваше наблюдение ваше ощущение насколько эффективно работают санкции если говорить о их влиянии на положение дел в россии очень хороший вопрос смотрите мы все помним экономические санкции которые вводились против россии в 2014 году а и примерно они были ну ты состояли из тех же самых трех элементов это были финансовые санкции это были секторальные санкции и это были персональные санкции и вот в 2014 году главный удар по российской экономике нанесли финансовые санкции но там знаете какой в идеальном шторме совпало падение нефтяных цен пиковые платежи российской экономики по внешним долгам но и соответственно ограничение к доступа до доступа на рынке капитала вот сейчас эти финансовые санкции работают гораздо меньше потому что цены на нефть растут и у россии валютные выручки в российскую экономику приходит достаточно а внешних долгов не очень много да и вот этого давления финансовых санкций его не очень видно и даже вот этого скачок рубля как мы сейчас касается очко курса доллара как мы сейчас видим он в общем наверно больше вызван психологическими причинами ожидания более серьезных военных действий там эскалации войны при угрозой будущих санкций вот но вместе с тем те секторальные санкции которые применяются сегодня против россии и самое главное как их правильно сказать забота западных компаний многих западных компаний о своей репутации он не жил их не их нежелание работать с режимом современного гитлера вот она приводит к тому что в российской экономике начинают разрушаться хозяйственные цепочки да то есть мы это не происходит мгновенно это вот в отличие от там от финансовых санкций вам сегодня объявили завтра вы уже на рынке ничего сделать не можете а вот эти цепочки вот если вам поставщик что-то перестал поставлять вас есть какие-то запасы на складе и вы еще какое-то время вам кажется что вы идете на держитесь да вам еще там обещают импортозамещение но через три месяца выясняется что запасы на складе закончились никакого импортозамещения нет и ваше предприятие останавливается останавливается ваше предприятие останавливается следующее предприятие которому вы что-то поставляли и так далее идет по цепочке и вот этот процесс он постепенно будет развиваться и я думаю что где-то к осени там зиме мы увидим в полной мере превращение россии в экономику но я сказал что такое среднее между современным ираном и северной кореей да то есть одной стороны вроде бы как есть нефть газ металлы которые будут продаваться в остальной мир а с другой стороны как северная корея ничего там импортного там или в большом количестве купить будет нельзя и будет попытка произвести все самим поэтому санкции то есть вот когда я читаю вот такие отрывочные новости о том что происходит в разных секторах российской экономики я понимаю что вот эти секторальные санкции они сегодня работают со страшной силой и они просто перемалывают всю российскую экономику не оставляя на ней живого места спасибо сергей алексашенко экономист оппозиционные общественные деятели мигрант член антивоенного комитета был с нами на прямой связи антивоенного комитета пола